Привет, друзья, я Григорий Герман. ЧВК Вагнер в царстве Рыгоровича. Без танков и без четкого видения будущего, но зато с боевым опытом и знакомым всем взрослым людям чувством некоего прерванного акта, когда вот вы вроде бы достигли желаемого, но в последний момент были остановлены, подвергнуты критикой, обвинены в грехах и изгнаны. Не самый веселый психологический фон, особенно когда ты привык убивать, в прямом смысле этого слова. Вот только что ты был героем новостных хроник и носил с гордостью свой шеврон. Вот только на прошлой неделе на тебя весело смотрели проходившие мимо девчонки и школьники слушали твои сказки о мифических победах. Ты чувствовался причастным к миру суперлюдей. Ты плевал на официальных военных и мог выкрасть солдата, стоящие рядом бригады российской армии, и обменять его на гранатомет. Ну, потому что хотелось, нужен гранатомет был. А потом бац, и ты пария, и изгой. И по телевизору уже рассказывают, что истинно ради стоит признать, эффективность чувака Вагнер была преувеличена. А российская армия и Ахмат с донбабвийскими бандами были эффективнее. И фраза «Мы это говорим вовсе не для того, чтобы уменьшить твой подвиг. Просто сам посмотри» не успокаивает, а только еще больше злит. Как же так случилось? Что произошло? Вечером 23 июня СМИ заполонили новости о вооруженных вагнеровцах, которые выдвинулись в Ростов-на-Дону. До этого главарь ЧВК Евгений Пригожин заявил, что якобы российские войска нанесли удар по тыловым лагерям вагнеровцев. По его словам, это привело к многочисленным жертвам, поэтому он намерен отомстить. «Нас 25 тысяч, и мы идем разбираться, почему в стране творится беспредел. Все, кто хочет, присоединяйтесь. Надо заканчивать с этим безобразием». Так начался большой поход Вагнера за справедливостью и за головами Шайбу и Герасимова. После заявлений Пригожина о начале вооруженного конфликта с Минобороны РФ, ФСБ завело на него дело – за призывы к мятежу. Силовые структуры РФ были приведены в состояние боевой готовности. Срочникам начали выдавать оружие. Блокпосты, вооруженная полиция, военная техника на улицах. События развивались необычайно стремительно. Из каждого российского утюга начали говорить о начале гражданской войны. Все это время Путин отмалчивался. За него комментарии раздавал Песков, уверяя, что президент держит руку на пульсе событий. Утром следующего дня колонны ЧВК уже дошли до Ростова, где захватили штаб Южного военного округа, отдел полиции, здание МВД, ФСБ и администрацию города. Там же Пригожин провел переговоры с замминистром обороны и замглавой Генштаба. «Мы сюда приехали. Мы хотим получить начальник Генштаба. Пишай. Пока их не будет, мы находимся здесь». «Блокируем город Ростов и идем в Москву». Мятежники двинулись в направлении Москвы. В столице и области объявили режим контртеррористической операции. В Москву стянулись силовиков, военных и технику. Все то, что до сих пор оставалось в резерве и в приграничных регионах. И тут, наконец, президент страны вылез из бункера, чтобы сделать совсем не впечатляющее обращение. Действия Пригожина он назвал предательством и приказал ликвидировать всех, кто пошел против его режима. «А то, с чем мы столкнулись, это именно предательство». В ответ на это Пригожин только пообещал России нового президента. Вагнеровцы продолжили путь на Москву, захватывая села на своем пути. Особенно жарко было в Воронежской области. Там между бойцами ЧВК и российской армией произошла заруба. Сначала регулярные войска обстреляли колонны вагнеров. Попав при этом в гражданскую фуру, водители и пассажир погибли. В ответ бойцы ЧВК сбивали российские вертолеты и самолеты. Всего около десятка единиц авиации. Я сейчас нахожусь в частном секторе Воронежской области. Мы сбили уже три вертолета, один транспортный самолет. У нас сядет полотный огонь. Мы прорвали оборону Тувинского дегенерата. Дальше мы будем двигаться только на Москву. Просьба вооруженной силы не оказывать нам сопротивление. Чтобы остановить продвижение вагнеров в Москву, вертолет Минобороны подрывает нефтебазу в Воронеже. Летит очень низко. Только что был взрыв. Мама! Мама! Неосторожно! Мама! Тем временем кремлевская элита спешно покидает столицу. По данным СМИ, Москву покинул самолет Путина, а также премьер-министра Мишустина и других чиновников. И когда, казалось бы, ситуация накалилась до предела, главарь ЧВК Вагнер развернул колонну военной техники в двухстах километрах от Москвы, заявив, что они возвращаются в полевые лагеря во избежание кровопролития. Все потому, что в ситуацию якобы вмешался самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко. И после общения с Пригожиным было достигнуто соглашение. Уголовное дело против Пригожина. Закрыли при условии, что главарь ЧВК отправится в Беларусь. Его бойцы тоже были прощены. Путин предложил им заключить контракт с Министерством обороны РФ, вернуться к родным или также уйти в Беларусь за своим боссом. Лукашенко живоодушевленно заявлял, что за счет опытных вагнеров Беларусь усилит свою армию, она, мол, будет учиться у них воевать. Через несколько дней самолет Пригожина приземлился на военном аэродроме Мочулище под Минском. А спустя некоторое время на территории бывшей воинской части в Могилевской области начали сооружать палаточный лагерь, который, вероятно, и станет новой базой ЧВК «Вагнер» в Беларуси. Ну и теперь возникает вполне логичный вопрос. Это точка или многоточие? Окей, Пригожин попрощался с Медиаимперией и с подрядами Министерства обороны. Но, вы понимаете, Медиаимперия в современном мире – это не завод, это не станки и не производственные корпуса, там, поставщики. Медиаимперия Пригожина может быть восстановлена на другом месте. Релокация. Какой-то период на раскрутку и развитие, и вот снова Пригожин в эфире. Деньги на это у него есть, с лихвой хватит, напомню. Только за прошлый год и только признанный Путиным миллиард долларов Пригожину. Только при Министерстве обороны. Так что денег у Пригожина, как у дурака Мохорки. И быть в эфире ему понравилось. Ну и главный свой актив он сохранил, тот самый, который сейчас получает прописку под Осиповичем. Кстати, место такое интересное. Практически в центре Лукашенковской Белоруссии. В полночь выехали, в 9-10 утра уже на Красной площади фоткаются. Хотя профоткаются это скорее к хадыровцам. А вот для бульбофюрера это точно многоточие. В чем смысл? Выгода, плюсы и минусы присутствия Вагнера в царстве Вечно Зеленого Рыгоровича? Все это мы обсудили с белорусским политологом Вадимом Можейко. Оставайтесь. Будет интересно. Вадим, меня не покидает ощущение, вот после всего того, что я увидел, и выступление Лукашенко, в котором он, конечно же, себя превозносил перед всеми вот этими вот золотопогонниками, которые перед ним сидели. И после всех путинских слов, вообще после всей этой истории, что Лукашенко сделал Путину ну такое гигантское одолжение, приняв Вагнера и приняв Пригожина, что сложно его даже описать словами. Если вот у тебя такое же ощущение, и второй вопрос тут же вслед за ним. Чем Путин будет рассчитываться теперь за это одолжение? Действительно вообще влезть в конфликт, в общем, прямо скажем, мотивороссийский, каких-то внешнебаллистических амбиций, кажется, у Пригожина в этот момент явно не было. В общем, влезть в этот конфликт, конечно, Лукашенко составило именно то, насколько он сам вгружен в отношении с Путиным, насколько он сам привязан к России. Как Лукашенко в этом совещании выразился, что значит, если Россия развалится, она всех нас под своими обломками погребет. Прямо скажем, вот там, нормальным странам не кажется, что если Россия развалится, то прямо и его самим придет к КПС, как-то всеми не обязательно. А Лукашенко сам себя в такое положение поставил. И что касается, там, кого с кем рассчитываться, ну, в принципе, тут, с одной стороны, Лукашенко и сам с Путиным рассчитывается, за 2020 год, когда, в общем, во многом Путин на своей и символической поддержкой, и обещанием, в случае чего, и словой, помог Лукашенко у нас удержаться. Так что Лукашенко тут есть за что еще за то рассчитываться. Ну, а в какой-то степени, это, конечно, набирает себе кредиты на будущее, чтобы, смотри, вот я поддержал в трудную минуту. Здесь очень колорит, кстати, разница реакции Лукашенко и Накайва, потому что в тот же день Путин звонил не только Лукашенко, но также в Узбекистан и в Казахстан, и тогда никто не видел по этому поводу никаких публичных с подробностями пресс-релизов. Единственное, что выдали в Казахстане, заявление Такаева о том, что, значит, господин Касам Джамарат сообщил Путину, что это внутреннее дело России. Что, с одной стороны, чистая правда, ну, явно, внутреннее дело России, ты говоришь, он же не с Марса, но с другой стороны, конечно, в нем просто сквозила такая замечательная изекка, потому что, когда в январе прошлого года, значит, войскало ДКБ, но по факту Россия, когда Лукашенко помогает Такаеву бороться за беспрятку, которые тоже, прямо скажем, натягивали салона «Глобус», чтобы рассказать, что это международные террористы, в общем, все, что угодно, это только не подавление. Вон то, что как бы не входит в мандат ДКБ, а международные как бы входит. Поэтому, когда после этого Такаев сообщает России, что, значит, это ваше внутреннее дело, и получается, что чуть что, в общем, без ее ДКБ не будет Россия вспомогать, ну, это, конечно, формально выглядит правдой, но, по сути, конечно, полная издевка, и мол, спасибо, господин Касам, что помогли мне решить мои внутренние дела, например, в моем заводе ДКБ, а я вам так в ответ помогать не буду, я, наоборот, буду крючкотворцем. Так что, в этом смысле, конечно, Лукашенко не может себе таких что-то позволять. Ну, я думаю, вот эти все его геройские имя, что, значит, может ему очень негативно окунуться в них в том случае. А как вообще, в принципе, в Беларуси восприняли вот эту вот идею, что теперь у них будет у всех, ну, имеется в виду и у народа, и у власти имущих, да, и у элит, условно назовем их так, что теперь у них будет такой подарок, как Вагнер и как Пригожин. Там хренин не а** еще от того, что теперь у него будут старяда требовать. Ну, действительно, восприняли, конечно, со страхом. И вообще, любой нормальный человек, когда ему сообщают, сейчас к нему приедет тысяча каких-то вооруженных бандитов, а как все это воспринимать, что-то хорошее, почему-то радоваться. Но, действительно, не очень понятно, какой формат будет, собственно, присутствие Вагнерса в Беларуси и будет ли, потому что пока на эту тему, собственно, сам Пригожин ничего не рассказал. И, действительно, от того, что говорил Лукашенко, прозвучали очень-таки пресверчивые разнонаправленные идеи, одна идея, это отзыв на соба Хренина, который Лукашенко цитировал, что, мол, якобы, Хренину такие тут ребята не повредят. Ну, действительно, если представить, что у Вагнерсов просто, значит, нанять в белорусскую армию Россией по разным подразделениям, когда они будут там не все вместе с танками, а поодиночкой, ну, то, да, это будут просто какие-то опытные бойцы. Ну, прямо скажем, конечно, на всю голову отмороженные преступники, и про моральную сторону я молчу. Ну, Лукашенко и Хренин, конечно, это не те люди, кого моральная сторона волнует. Лукашенко, он сам своим пропагандистам и куванду радостно дарил, не очень понимает, насколько это относительно символ. С другой стороны, еще один вариант, который прозвучал, это использовать вагнеровцев, ну, очевидно, не всех, а только какую-то их небольшую опытную часть, как инструкторов, потому что они многое знают о современном буре. Опять же, если мы отставили в сторону вообще все моральные вопросы, то, да, вагнеровцы действительно люди, которые воевали, прям много, где в Украине, и в Сирии, и в Африке разные, про разные сражения с разным оружием знают, наверное, их опыт, правда, может быть полезен. Опять же, когда они представили ситуацию, что это только опытная часть вагнеровцев, и уголовники, которые два дня побоевали, то, да, представили, что эти люди, значит, без оружия, как там военные инструкторы, военные академии, ну, да, от них может быть польза, и, в общем, не особенная какая-то угроза, ну, кроме там морального разложения, но мораль, опять же, тут не про Лукашенко это разговоры. И другое дело, конечно, какое-то масштабное присутствие чувака в нынешнем виде в Беларуси, потому что Лукашенко прямо сказал, что он назвал словом перекантоматься, потому что если надо перекантоматься, пожалуйста, там, как-нибудь там палатки в лесу поставить, в каком-то заброшенном военном лагере, вот такого размера, потому что одно дело перекантоматься, другое дело системно базироваться, и большого кросса с ним будут перекантоматься, в каком виде они будут попадать в Беларусь, потому что одно дело, если это будут держать с танками на колонне, как в Ростов, а другое дело, если проходить, снять любой человек из нас, приходя к границу, приходит, значит, паспортный контроль, проявляет документики, значит, острые предметы, неопасные оружия нельзя с собой нести, вот такое. Тогда опять же другое, если будет лагерь вагнеропсах, где-то там в лесу, которые будут прерваться без использования боевого оружия, ну, особенного какого-то сильного вреда и риска прямо те же это не приносит. Конечно, это еще один удар по репутации Минска, теперь, значит, будет вот такая вот просто Сомали только в центре Европы, ну, прямо скажем, где Лукашенко, где международная репутация. А Пригожин вообще, вот с твоей точки зрения, он может каким-то образом возродиться в Белоруссии? Ну, Пригожин, мне кажется, именно этого, собственно, и хочет, и, судя по, опять же, сродить не из там домоснов, а из того, что Пригожин прямо ликторировал, какие вообще причины его мятежа? Ну, и в этом что, какие-то глубинные несовпадения идеологии с Путиным? Или он что-то такого хотел занять в российской политике? Нет. Он недоволен, что с 1 июля требовали чувака разумеровать, эти составы наоборот. Отсюда вот разговоры про то, чтобы получить какой-то легальный статус в Белоруссии, видимо, нужен ему какой-то легальный статус. Российская Госдума уже сразу в раз не хочет принимать закон про чувака, он стереть он не хочет. С правильностью ради, в Белоруссии тоже, конечно, нет никакого законодательства про чувака, точно так же есть просто про наемничество. Есть один пример предприятия War Service, которое тоже приближенным к Лукашенко, которое, так правильно, скажем, военно-предприятие охранное предприятие на армии-молоках, в котором там очень много еще разрешено, чуть-чуть не до автоматического оружия. Понятно, что прозрачной информации особо проник нету, но, в общем, идея, как близко к себе в виде исключения легализовать это опыт есть, поэтому теоретически можно и чувака Вагнера легализовать. Дайте какую-нибудь регистрацию, чтобы у них было еще какие-нибудь налоги в Минске будут платить, а что, гурую тоже. И, в основном, такая мышца в квартире, где будет сидеть Пригожин, там 10 офицеров, и они будут управлять своими проектами в Африке и периодически туда летать. Ну, вот такой формат представить можно. Стоит ли Лукашенко вообще, в принципе, бояться Пригожина? Ну, в целом, он сказал, любому нормальному человеку стоит бояться Пригожина. Совсем не бояться только люди. Люди понимают, что вообще-то Пригожин действительно это человек из плохой полукриминальной среды 90-х, человек, организовывавший военные преступления в разных странах, в них участвовавший, их оправдывающий, в общем, не избегающий личного участия в том числе насилия. Поэтому, честно говоря, новость, любому нормальному человеку стоит Пригожина страницы, это не тот с кем стоит, то есть какие-то отношения. Но, конечно, если представить себе, что Челка Вагнера вошло бы в Беларусь прямо таким же маршем колонны, как вышло из Ростова, не передавая российскому обороны никакую технику, вот как сейчас в России заявляют, а прямо таким же маршем, конечно, он бы очевидно представлял для Лукашенко угрозу, просто потому, что это, в общем, ребята, которые показали, что и по своим военным навыкам, и по своей полной отбитости, они считают, что классная идея в случае какого-то спора с властью, которая себя привлечает, что классная идея взять и пойти военным маршем на столицу. Опять же, и это в контексте России, где вроде бы и количественно, и по опыту российская армия, прямо скажем, тоже не фонтан, но все-таки как-то вроде бы поопытнее и побольше белорусской. И тем не менее, вагнерс, как видим, 200 километров до Москвы только не вышли. Поэтому, честно говоря, метил в таком вот виде вагнерс в Беларуси, я думаю, Лукашенко просто этого не позволит, потому что это слишком серьезное вопрос для него. Это человек, который, прямо скажем, обоснованно боится как бы чего не вышло, как бы против него, кто не выступил, который активно дробит все силовые структуры постоянно, их друг друга устраавливает, классическая для диктаторов штука, когда совершенно мы видим, Лукашенко гиперболизирует страхи перед теми же парамилитарными белорусскими структурами в Польше и в Литве, насколько Лукашенко боится полка Калиновского, при том, что, откровенно скажем, полк Калиновского и все белорусское войско с другой стороны, ну, не серьезно, никакой полк Калиновский не представляет физическую угрозу существования Лукашенко. Но для него это воплощение его страха. Поэтому, конечно, взять и пустить 8-9-10-20 тысяч вагнеров как показывает опыт, нельзя сказать, что Лукашенко не пойдет на глупый, неэффективный, рискованный режим. Как, например, было с посадкой к самарату Ранейр, когда ради того, чтобы захватить одного Романа Протасевича и проходит информация из его телефона, ради этого похоронили к силу авиационного отмечения Белоруссии, создали себе имидж международных пиратов, спровоцировали Евросоюз начать вводить как раз самые серьезные санкции. Вводились именно после этого. была уже прямая угроза граждан Евросоюза. В общем, по итогу видим вред очень большой, пользы почти никакой, очень глупое решение. Но, тем не менее, оно было принято. Поэтому сказать, что Лукашенко еще утримает глупое решение я могу, но, очевидно, чем более глупое решение и чем чаще ты их принимаешь, тем выше вероятность, что они когда-нибудь тебя поторожат. Так, хорошо, тогда давай с тобой рассмотрим еще один вариант. Вот ты сказал по поводу того, что белорусская армия полукалиновского не угроза для белорусской армии. Давай с тобой так пока, пока, потому что мы же надеемся, что все-таки полукалиновского будет начиняться до бригады Калиновского и так далее. Ну, по сути, можно назвать полуками, бригадами и по-разному, может, что-то, что-то грезит, но пока, пока, да, можно, пока я вискаре вижу постоянно там внутренние конфликты, отравления, это все такая тоже печальная история. В общем, собственно, и кажется, я не могу сказать, по моему вопрос их размера, не вижу политического велики, его формировать у себя на своей территории военные формирования иностранных граждан, которые пойдут в соседние страны срегать там режимы. Пока, вот, вы видели, как я заигрывал по поводу Болгородской области, но кажется, такому пока даже насчет России планы поэтому я бы не думал, что если завтра калиновцы все захотят идти маршем на Минск, что им вообще кто-то сильно в Киеве это позволит делать, так что тут все еще сложнее. Да, да, тут все еще сложнее, но вопрос, да, давай-давай в другом. Если Вагнер, условно говоря, мы понимаем, да, давай-давай-давай с тобой представим ситуацию следующую. Вагнера, как и сообщают в российских средствах массовой информации, сдают всю тяжелую технику, но при этом у них остается стрелковка, у них остается тяжелая стрелковка, и все эти 8 тысяч, да, головорезов, они оказываются на территории Беларуси. В случае, если им придет в голову зайти в Минск попить чаю с вареньем, к Лукашенко, белорусской армии есть что им противопоставить? Знаете, опять же, такие вопросы всегда неизбежно напоминают, что это не вагенный аналитик, так в деталях рассуждать не буду, но в целом, конечно, все противопоставить есть, потому что, насколько я понимаю, в общем, самые как раз бейгослутные части белорусской армии тоже еще оцениваются что-то около 10 тысяч человек, в силу специальных операций, в общем, более тренированные, в целом просто масса условных призывников, очевидно, что да, в отличие от если мы исходим от этой истории, в отличие от вагнеровцев, у них есть и тяжелая техника, и вертолеты, и вот это все, ну и самое главное, тут у вагнеровцев не будет того, что было в России, собственно, фактора внезапности, то есть, прямо скажем, если завтра вагнеров поднимают где-то еще, в Минте, куда-то еще с оружием идут, это уже ни для кого не новость, я, конечно, не то чтобы супервысокого мнения властях Лукашенко и в Минобороны, но вряд ли они уже настолько совсем расстрябаны, что не догадаются предпринять хоть какие-то меры, чтобы не позволить с вагнеровцам просто вот так беспаленно взять пойти на Минс, начиная от банальных, что, собственно, следить за их частями, иметь рядом какие-то резервы, иметь, не знаю, иметь каких-то шпионов, чтобы собирать пойматься, ну, то есть, какие-то такие суперочевидные вещи, и, может быть, еще, но вещи должны подниматься, поэтому, и, возможно, кстати, дело как раз в том, что Лукашенко и Пригожин, если Пригожин действительно Минс прилетал, у нас подтверждений нет, у кого-то слов Лукашенко и, там, карта, что летал в бизнес-джет, но, мало ли, кто на рейте летал. Так вот, если он действительно прилетал, то вполне возможно, что вот этот затянувшийся момент, отсутствие заявлений Пригожина, возможно, связанный как раз с тем, что переговоры очень непростые, конкретики о том, как будет присутствовать вагнеровцам в Белоруссии никакой нету, договориться об этом непросто, и Пригожина, Лукашенко, это люди жесткие, агрессивные, упрямые, непривыкшие, чтобы им перечили, готовые идти на эскалации, не слишком умные, так что им есть при чем поговорить и поспорить, так что вполне возможно, просто пока никакой договоренности нету, и никто из них никакой подходящий механизм не выработал. И, кстати, я не удивлюсь, если по итогу им, собственно, и не удастся договориться, и придется пригоженно еще куда-нибудь в Африку ехать, или еще куда, где удастся найти себе место. Вполне возможно, что и не будет такого размещения. Но понятно, что риск есть, и понятно, что очень важно на этот риск обращать внимание. Давай тогда поговорим с тобой о выгодах. Выгодах для обеих сторон. Начнем, конечно же, с Белоруссии и с Лукашенко. Итак, может ли быть... Нет, не так, давай, по-другому. Может ли Лукашенко использовать Вагнер и Пригожина в своей внутренней повестке? Конечно, может. Тут был выгод, я бы сказал, при таком, это самое очевидное. Во-первых, это просто деньги. На этом что-то можно заработать. Белоруссии не так классно дела, чтобы даже десятков миллионов отказываться. Во-вторых, это все, конечно, такая хорошая страшилка для людей. В том же смысле, как для российской оппозиции есть страшилка тем, что словно, а вот если не Путин, то завтра придут течены, и тут начнется непонятно что. А такая же страшилка, а вот смотрите, если вы еще раз выйдете на улицу, у вас не Белорусский ОМОН пойдет возгонять какие-нибудь вагнеровцы. Видали, что они умеют творить? Видали? И, в общем, недавно я мог сдобиться, а вагнеровцев с кувалдами. Прямо скажем, ну да, вообще-то есть чего бояться. Вполне обоснованно. Ну и третье, это как не парадоксально, но очень часто когда рассматривали какой-то сценарий там, Лукашенко-Кутина столкновения, как такой последний вариант, рассматривали то, что, ну, что Россия там просто своей армией Белоруси целиком оккупирует, то, что никак в Украине в этой области собирается забрать все целиком. Но, честно говоря, глядя вот и на то, как война развивается и на мятеж Вагнера, глядя на это, в общем, есть те, которые уже сомнены о России. Будут способны Белоруси кукупировать? А точно? А может нет? А может не способна? Белорусиевская армия какая-то есть? А что там и Россия есть? И в этом смысле, конечно, если Белоруси еще будут вагнеровцы, которые будут после конфликта с Путиным более там договорившись с Лукашенко, то еще и неплохая защита от России. Вы ведь уверены, что хотите вторгнуться? Да, вы этих вагнеровцев у себя дома не смогли остановиться, а вы уверены, что противник Белоруси сможете война. Так что оперативский польз конечно всякий есть. Вопрос в том, что, мне кажется, издержки и риски от присутствия вагнеровцев в Белоруси, они гораздо выше, в том числе для режима Лукашенко. И стоит ли Западу сейчас уже бояться? И стоит ли Западу сейчас обращать внимание на то, что у Белоруссии уже есть ядерное оружие, уже есть вагнеровцы и в том числе как один из вариантов прикрытия возможного использования ядерного оружия будет там якобы его неконтролируемость с помощью действий бандита того же вагнера. Смотри, давай я по пункту. Есть ли уже в Белоруссии ядерное оружие? Мы этого не знаем, потому что все, что мы пока видим это заявление Лукашенко и Путина, там было началось что 1 июня построили все, хранилище потом в Бруссии тоже сказали. Это все шантаж и эскалация информационная и тоже очевидно в Куэдате саммит у НАТО в Вильнюсе очевидно, что перед саммитом будет еще больше всяких таких заявлений. При этом никакой объективной информации про то, как там правда с хранилищем у нас информации нет. Потом, очевидно, хранилище больше, чем ядерное оружие и очевидно оно в предназбрасных мостах и никакая страна не спешит сообщать где именно в какой момент этого лежит. да, если хранилище будет, мы не будем знать есть там, он говорит нет. И уж точно, что заявляет Путина и Лукашенко я, как и говорили, не считаю сильным достоверным сообщением информации. То есть то, что они так говорят, это свидетельствует о том, что Путина и Лукашенко хотят отсказать. И тут довольно очевидно для чего. А, как и на самом деле, я, честно говоря, полагаюсь на информацию от одного источника, который твердо предсказывал войну в Украине это американская разведка. И вот конкурентская разведка скажет, что правда привезли ягодное оружие в Беларусь, вот тогда буду считать, что она там. До сих пор я скорее воспринимаю это как шантаж, как блеф. И справедливости ради, собственно, представителей американского нагона, Белого дома, пока говорили только, что у них нет никакой информации о таких перемещениях, подтвердить они это не могут. Вот так заявят обратно, я тогда буду рассматривать все. Ну и очевидно, да, я сильно подозреваю, что у стран НАТО есть информация от американской разведки сильно больше, чем то, что есть публично, поэтому если что-то такое будет, сообщим. Второй момент это по поводу, есть ли вагнеровцы, ну вот тоже уже обсудили, есть ли вагнеровцы или нет, или что есть, пока тоже большим вопросом. Поэтому я бы сказал, что бояться точно тут не надо, но учитывая эти риски, конечно надо, конечно надо понимать, что есть вот такая возможность, возможно будут вагнеровцы ядерное оружие, возможно все будет так. И конечно, странам НАТО, особенно соседям, конечно, к этому надо быть готовы, понимать, что вот такие риски тоже есть. Какой у нас на этот счет военный план? Вот уже, я говорил, не военная аналитика, очевидно, да, в НАТО есть военные аналитики, они вот как раз какими занимаются, как раз, замечательно, я помню, когда был с визитом, что Рената Брюсселя завидовал коллегам, которые работают не только под кандармом, но еще и прямо, собственно, по сообщениям военной разведки, это шикарно, какой доступ к данным есть, так интересно анализироваться. Так вот, вот они уже как раз пусть анализируют и исходя из этого строят планы, ну и, собственно, кажется, мы и Эстония, и Латвия уже сделали такие заявления, да, что будут следить, что все это повышает в Беларуси риски, ее опасность, вот это вот все. Ну, тем более, перед саммитом НАТО грех этим не воспользоваться и не сказать, смотрите, вот видите, там, условно, Литвант говорила, что мы хотим, чтобы у нас тут сколько там тысяч человек избежать, в банк на ядерное оружие, точно надо, чтобы сюда будут все насосыгрываться. Так что, думаю, соседние с Беларуси страны, даже если они сами будут скептически относиться к этим рискам, они, в общем, тоже заинтересованы эти риски использовать, чтобы увеличить от НАТО для себя поддержку. Окей. С угрозами закрыли, теперь давай поговорим о прикладном. Ты можешь себе представить, чем Пригожин будет и может заниматься в Беларуси? Для него-то королевства 100% маловато после российских. Он может получить подряды какие-то, от Лукашенко. Они же там друзья, я помню, что Лукашенко говорил, что он ему с ресторанным бизнесом помогал, если что-то там как-то вот это вот. Что-то такое было. Лукашенко любит такое рассказывать, всегда про что в них была речь, и про Кандафи, и про еще в тех же непосновопамятных 90-х, когда Лукашенко не был нерукопожатным, как в каком-то маржорном саммите, он, вроде бы, где-то пересекался с Клинтоном, и тоже из того, что он пересекался с Клинтоном, его слова с каждым годом это перерастало в то, что Лукашенко не на короткой ноге, но Лукашенко любит. И все его замечательные истории, когда он сказал, что ему Тесла подавила Илон Маск, а потом Илон Маск в твиттере ответил «ух, no», естественно. Поэтому Лукашенко любит всякое рассказывать, кто-то про Пригожина бы всерьез не воспринимал, не считаясь какой-то информацией, что может быть, Лукашенко в 90-х любил бы в ресторане разок, не считая этого, единственный в данных зафиксированный контакт Лукашенко с Пригожиным, это когда в 20-м году в Беларуси перед выборами собственно белорусской спецназ арестовал Вагнерсов. Эта вся операция, которую в Украине хорошо знают, ну, прямо скажем, история не то, чтобы про большую друбу. Кажется, когда те Вагнерсов клали лицом в пол в Беларуси, вряд ли они сейчас в очень радой перспективе поехать в Беларусь. Они такие, да, блин, были мы уже в этой Вашей Беларуси. Мы уже говорили, что-то доехать безопасно. Мы так больше не хотим. Так что, так сегодня хранит ручба. Но, если возвращаться к тому, какие у них могут быть зловые вещи и подряд. Ну, собственно, и в самой России в Агнерсове, внутри России не того, чтобы привозить как-то северные операции из шарик отравнобъектов, если обслуживали либо российские интересы за рубежом, либо просто зарабатывать логитет за рубежом деньги, в этом смысле летать из Беларуси и точно так же работать на подрядах в Сирии, в Африке, бог на нигде еще. Да, в принципе, они точно так же могут. Можно и из Беларуси летать, что-то такое. Логистически вполне возможно. Внутри самой Беларуси, да, от них не очень видно, какая сильная может быть польза, кроме как вот в случае чего там, да, запрыгают людей, что-то важно сохраняться на праве. Поэтому, ну, теоретически можно допустить, у Балтышенко в общем тоже есть всякие деловые интересы в Африке, всякие стрёмные схемы. Тем, кто про это подробнее интересуется, рекомендую погуглить такого бизнесмена Александра Зингмана, погуглить расследование белорусского расследовательского центра, как там через оружие врата представляется белорусская техника, что там со всякими непонятными полезными ископаемыми. Поэтому, всякие белорусские интересы, мутные в пшиканских странах, которым, ну, возможно, не помешала бы какая-нибудь чувакашная поддержка, в общем, что-то здесь можно, хотя справедливость ради это можно прекрасно делать, не находясь в Беларуси, не находясь в Беларуси, не находясь где угодно. Находиться-то, вероятно, физически нужно выйти не в Беларуси, все равно, а в Африку. Не так важно, откуда туда летать. Поэтому, какие-то деловые контакты предположить, в принципе, можно, но, честно говоря, опять же, я не то, что вижу, что вот их прям было столько, что пригожено, надо было бы прям, чтобы квартиру в Беларуси переносить. Тут, скорее, проблема все-таки кровется в том, как мне вообще складывается плохо в России, и не от хорошей жизни он пытается передосновываться. То есть, ты реально предполагаешь, что Пригожин рассматривает Беларуси как базу для своих африканских бизнесов, для зарабатывания денег в Африке? Ну, он вполне может так рассматривать, в этом, движущий невозможный. Опять же, если ему удастся с Клашенко договориться, и, опять же, он будет иметь какой-то, вот, не как сейчас статус такой полурегальный, инфицированный компанией, и, опять же, не в каком-то этом всем зоне. Это там не ДНР и не Абвазия, а это государство, член ООН, вступатель ООН, все смещается. Поэтому, в такой ситуации, я вполне могу допустить, что, да, для него это будет интересным вариантом. Мы с тобой много раз говорили о том, что Лукашенко не свободен в принятии своих решений во всем, что касается Украины, России, России и Украины, вот в этом треугольнике, да, что он полностью идет в фарватере, и более того, управляем из Москвы. Можем ли мы рассмотреть вариант о том, что на самом деле все это план создания некой условно-ударной группировки, которая может в нужный момент внести разброд и шатание в украинский тыл, напав со стороны Беларуси. Будет Лукашенко присоединяться с белорусской армией или без белорусской армии? На танках или без танков? Ну, смотри, по поводу белорусской армии, мне кажется, тут ничего не изменилось из того, что с последних полтора года я говорил, мне кажется, как-то вся возможная украинская история, к которой я обращался, в общем, уже моему исту слышно, не буду повторять, причину, почему до сих пор был в странной войну не встречал. Но, что касается вагнеровцев, конечно, когда там пятницу вечером все так начиналось, конечно, да, у меня была одна из мыслей, даже у меня скорее превалировала, что это все, конечно, похоже на провокацию, что он там, Путин проверяет, что кто-то к нему изолит лояльнее, кто-то хитрый устраивает, но мне кажется, вот для такой хитрой провокации многоходовщика Путина, который любит везде видеть кем-то, его союзники, мне кажется, все далековато зашло. Ущерб репутации Путина внутри российского колит уже сильно выше, чем мог быть польза от какой-то многоходовщика. Вот эта вся информация про всякий расход, про взрослый на Москву, ну, это выглядит очень плохо, для любого автократа, который хочет быть сильного мачо. Какой-то сильный мачо, вообще, это позорище. Позорище и есть позорище. Здравствуйте. Ничего хорошего для Путина нет. Когда Путин дождется, что кто-нибудь следующий подумает, что, смотрите, Вагнерову повезло, можно вот Павел себе везти, и тебя вообще даже не накажут. Плазная идея, чем вы не повторите. Поэтому для Путина, я думаю, это все очень плохо, и просто делать это все, чтобы сделать супер-хитрый, супер-тайный план, чтобы Вагнерову напасть, словно там, через месяц северную Украину, чтобы объявить, ага, это у нас был хитрый план. Мне кажется, это будет слишком мудройная комбинация даже для Путина, даже для его многоходовочек. Обычно, обычно при всех многохотовочках, обычно там все довольно понятно. Ну, вот, не знаю, посмотрим на истории с Крымом, с ДНР и ВНР, какие-то были, да, какие-то боплики, маргиналы, из пророссийского движения, ну, то есть там обычно какие-то супер-эзотических историй, вот, какой-нибудь, не знаю, там, один стрелков, и смотрим, думаю, к Белому движению, и вот, и Дон, прямо скажем, не особо, не особо свой человек в всех этих кругах, там, скорее, самый же тот, еще в позиционе. Поэтому, ну, мне кажется, обычно, что он в Путинах не столько похожи на такие, уж столь сложные. Опять же, не внутренний российский эксперт, но это может быть, но я не считаю, что этот сценарий ну, сильная вероятность. Разница между мятежом и революцией в том, что мятеж в случае успеха становится революцией. А в случае поражения так и остается мятежом. Вагнеровцы устроили мятеж, но смогут принять участие в революции, превратив ее в гражданскую войну или не превратив. В том случае, если они сохранят костяк, навыки и чувство неудовлетворенности. Их марш показал, что колосс российской власти стоит на ногах даже не из глины, а из соломы, смешанной с коровьим пометом и покрашенной бронзовой краской. Мне кажется, и Пригожин, и Уткин сами не ожидали столкнуться с таким. А когда ковырнули, то опешили. Во второй раз не опешат. Не они, не кто-то другой. А кто-то обязательно найдется. Власть в России не может быть слабой, а несколько сот километров, пройденных вагнерами, плюс аморфная реакция и населения, и силовых структур на местах подтвердили то, о чем все боялись даже подумать. Власть на Раисе. Слаба, импотентна и коррумпирована. От самой вершины и до самого низа. А значит, до встречи, друзья. Ведь нам есть о чем поговорить.